Говорит и показывает Ермаков, в этом видео мы вспомним такую штуку, характерную для старых версий винды, как сетевая игра червы. Для многих игроков за компьютером из детского сада, она была довольно сумрачной вещью. В косынку, паука, пенбол или сапер вроде понятно было как играть, но что же это за игра такая червы? Сегодня мы ее вспомним и будем в нее играть. Windows XP, она называется прямо сетевая игра червы, Windows Vista, после того как всем вот этим карточным играм сделали редизайн, сетевая игра была убрана, ну и оформление тоже было изменено. И здесь нужно было обязательно указывать имя в Windows 7, Windows Vista, уже этого не нужно, вам присваивается имя вашей учетной записи. Ну в общем пишите здесь свое имя, заходите, сейчас мы будем играть, учиться в нее играть, ну и добавим сюда немножко ноток летсплея. Что за игра такая червы? 52 карты участвуют с двойками, тройками, четверками, пятерками. У каждого игрока по 13 карт, да вот обратите внимание, трус балбес бывалый, именно так назывались ваши соперники в русскоязычной версии Windows XP. Персонажи в знаменитой комедии Гайдая. В общем вы выбираете карты, которые вам не нужны, но здесь вы можете выбирать в зависимости от стратегии игры. Для нее, как и для любой игры существуют стратегии. Можете выбирать либо самые маленькие карты, которые вам не нужны, либо самые большие. Зачем самые маленькие или самые большие, я это расскажу позднее. Давайте я просто выберу самые маленькие. В общем обменивайтесь картами, всего 4 круга. В первом круге вы обмениваетесь картами с соседом слева, во втором круге с соседом справа, в третьем круге с соседом напротив и в четвертом не меняетесь. Потом начиная с пятого, все то же, что и с первого. Окей, вы приняли эти карты. Первым ходит тот, у кого есть двойка крестовая, причем именно с этой карты. Какова цель игры? Набрать меньшее количество очков. Давайте сейчас выкинем какую-нибудь карту, например шестерку. Кто забирает карту? В данном случае 4 карты, которые на столе тут лежат, они называются взяткой. Взятку забирает тот, кто выкинул наибольшую карту, чем та, с которой был начат ход. Причем, обратите внимание, если вы пытались выбрать что-то другое, вам писало сообщение, соблюдайте масть, идите в пике, например. Это означает, что вам нужно ходить именно той мастью, с которой был начат ход. Причем тот, кто забрал взятку, начинает ход. О том, как получать очки с помощью взяток, я еще расскажу. Давайте сейчас пойдем десяткой. И в данном случае я выкинул наибольшую карту, я ее забрал. Старайтесь не брать взятки с червами и дамой пик. Именно так набирайте очки, когда берете черву или даму пик. Дама пик дает 13 очков, ага, а черва дает всего 1 очко. При этом черву нельзя выбросить, пока кто-то ее не выбросил. Если у вас уже совсем нет ходов, то вы можете выбросить уже все, что угодно, в том числе и червы. Ну а я просто выброшу шестерку пик. Теперь нам надо бубну. Так, я это забираю. Всегда запоминайте, какие карты уже вышли из игры, потому что если король или туз пиковый уже вышел из игры, вы выкинете даму пик, то к сожалению получите 13 очков. Это очень плохо и печально. Блин. Ну, к сожалению, я был вынужден это сделать и 13 очков у меня в активе уже есть. Зато у меня самые большие карты. Я уже очень-очень много червей набрал. И у меня 24 очка, это плохо. Здесь, кстати, показываются взятки, которые вы забрали. Еще тут есть такая штука, как прокрутить динамо. Это когда вы забираете все червы и даму пик, вы не получаете ничего, а все остальные получают 26 очков. Есть одна из таких стратегий в том, чтобы стремиться прокрутить динамо, но вы рискуете занять последнее место в игре. Хотя вас в данный момент мало это интересует. Ну, в принципе, с правилами игры все понятно. Я продолжу. Я выкину эту даму пик, она мне нафиг не нужна. Буду, пожалуй, без лишнего. Так, что? Давай семерку возьмем, я все равно ее заберу. Хоп. Так, что кинуть-то? Самую маленькую следует кидать. Ой-ой-ой, сейчас даму пик нам подсунут. Печально. А прикол мы сейчас все заберем? Да, мы ничего не заберем. Прокрутить динамо нам тут не удастся. И я уже 48 очков набрал. Игра заканчивается, пока кто-то не наберет 100. Ладно, я сейчас буду пытаться прокрутить динамо. Все. Так, червы еще нельзя выкидывать. О, даму пик. Еее. Сейчас будет мясо. Блин, там туз забрал. Ну, давай черву. Да, что мы совсем проигрываем тут. Я помню, как я играл в эту игру лет в 5, в 6. Я тут совершенно рандомно все делал. Я не знал, за что начисляю все очки. Но теперь, если разобраться, то это не такая уж и сложная игра. Ура, даму пик теперь не наша. Зато мы как минимум одну черву заберем, потому что у нас есть... Нет. Нет. Черви. Давай четверку выкинем. Ой, я не то нажал. Ну ладно. 76. Мы на грани проигрыша. Ну ладно. Давай, вот так сделаем. Квест. Давай, пятерочку. 7. Пятерка. 7. 6. 8. Вот. О, я не забрал даму пик. Трюк, отлично, я отскочил. Он что, динамо прокрутил что ли? Да, это тот самый трюк, о котором я говорил. Он забрал все червы и даму пик. У него ничего не остается, а все остальные получают 26. Ну, впрочем, я проиграл, заняв позорное последнее место. Но это ничего страшного. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вступайте в нашу руку ВКонтакте, чтобы не пропускать самые последние новости на нашем канале. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok